Гуляя по Анталии, я невольно задался вопросом, а сколько здесь стоит недвижимость. Мои подписчики помогли мне найти Рустама, у него свое агентство недвижимости. Он любезно согласился показать пару квартир. Посмотрим планировки и узнаем цены на недвижимость в Анталии. Приглашаю вас в эту прекрасную квартиру с нашим дизайном. Квартира это 2 плюс 1, что значит 2 спальни, а одна гостиная. В основном в Турции гостиные совмещены с кухней. Так вот, на первом этаже у нас гостиная с кухней, один санузел. Такое, что называется, гостевой. Гостевой, да. Здесь у нас гостиная, достаточно большая, удобная, с телевизором. И хоть как-то, чтобы отделить кухню от гостиной, чтобы ничего не мешало, не шумело при жарке, при парке. Кухня находится в таком вот закутке. И все, она полностью готова. Со всей техникой, с газовым отоплением. Газовой плитой главное, вытяжкой, духовкой. В Турции большинство людей пользуются газовыми плитами или электрическими? В основном пользуются газовыми. Но у них, если нет в доме газового, природно-газового, газ, который подведен к дому, они покупают вот эти баллоны, тоже популярно, потому что это дешевле. А отапливаются дома газом или электричеством? Здесь газом. Батареи стоят, где они сейчас, батареи, покажу, вот они, здесь скрытые. Вода нагревается в бойлере и потом идет по трубам батареи. А сколько газ стоит? В среднем, я не могу точно сказать по губометрам, сколько он стоит, но на такую квартиру в среднем выходит где-то, я думаю, 50 долларов в месяц отопления. Квартира большая просто, и семья большая. Сколько квадратов здесь? Здесь 90 квадратов. На первом этаже только гостиная, а спальня наверху. Да, здесь у нас маленький балкончик, а наверху у нас большая, прям большая терраса. Кстати, вот что интересно, котлы в основном у всех, я смотрю, на балконах стоят, кто-то прячет в шкафчик, кто-то нет. Ну, это от застройщика уже идет, они сразу прячут. В основном нормальные застройщики, они прячут в шкафу, чтобы дождь там, что-то, ветер, ничего не попадало. И иметь в доме газовое, он опасен. Потому что если труба сломается, вот этот весь выхлоп будет идти в квартиру, которую делать на улице, это безопаснее. Да, я смотрю, что здесь помещение под лестницей никак не используется. Вот у нас, мне кажется, в России в домах стараются делать кладовку здесь. Наши клиенты не хотели, хотели, чтобы она была такая красивая, современная, дизайнерская. Давайте на второй этаж поднимемся и посмотрим спальные комнаты с террасой. На втором этаже у нас второй уже семейный санузел с душевой кабиной. Тут у нас одна спальня для ребенка с рабочим местом. Высокие потолки, здесь, наверное, метра сколько, 3? Да, здесь 3. И вторая спальня родительская с большим шкафом. Это все панели, все дело наша компания, по нашему дизайну. Все они хотели именно так, чтобы было в таких теплых тонах. И давайте посмотрим уже большую террасу. Из-за дождей мы убрали подушки, чтобы они не промокли, а так здесь очень уютно проводить вечера, пить кофе или вино, что кому больше нравится. Смотреть на горы. Для чего кран? Для чего? Это чтобы мыть балкон. Подключаешь шланг и начинаешь мыть террасы, балкон. Очень удобно, это все в слив уходит. Никому ничего не мешает, вниз не протекает, соседи не ругаются. Все мы здесь дружные. Вообще, как в Турции относятся к русским, которые приезжают, покупают недвижимость или снимают? Я за 10 лет никакого негатива к себе не почувствовал. Я не знаю, может быть, в каких-то там дальних районах таких, где для них иностранцы чужаки. Но там, насколько я знаю, у меня друзья жили, у которых совсем малый бюджет. Они снимали там квартиру очень дешевую. Они говорят, что весь дом им помогает. Просто весь дом, правда. Они потому что по-турецки не говорят. И каждый сосед хочет ему помочь. Каждый четверг перед пятничной молитвой, праздником, все приносят им сладости, детям. Дети у них играют. В принципе, вопросов нет, правда. Я говорю, искренне, как есть. А вот если приезжают богатые русские или, как раньше говорили, новые русские, вот к ним какое отношение? Мы их любим. Это вы? Турки как к ним относятся? Турки тоже их очень любят, потому как они привозят деньги. А вот сейчас, когда началась вот эта проблема, выезжает отсюда молодежь, начиная от парикмахеров, вот с которыми я барберами общаюсь, заканчивают такси, я недавно ехал, они говорят, где они все, почему они уехали, у нас работы меньше стало. Поэтому, нет, все иностранцев здесь любят. Ну, я просто наслышан историями про Таиланд, где если ты фаранг, иностранец, все, ты уже априори, ты виноват. Даже, неважно, если тебя сбили на машине, то ты не там переходил дорогу. Поэтому, здесь такого нет. Здесь, в принципе, адекватная полиция, правоохранительные органы. Если ты прав, ты прав. Рустам, и сколько стоит такая квартира? Так, сейчас она стоит 245 тысяч долларов. Большая квартира, хороший новый дом. Я смотрю, что в последнее время в Турции инфляция большая. Вот это как-то повлияло на стоимость жилья? Да, она 300 стоила. Ого. Да, сейчас они просят уже 245. А сколько в ремонт было вложено сюда? Ну, я просто, чтобы сравнить. Да, 25 тысяч долларов у них обошлось. В принципе, вот эти панели сделать. В принципе, здесь мало ремонта мы сделали. В принципе, от застройщика уже было все готово. Так, небольшие детали, панели, мебель, там, что мы доделывали, переделать чуть-чуть наверху. Ну, это около 25 тысяч долларов вышло. И плюс мебель. Я мебель не помню, сколько обошлась. Понятно. А если брать, что называется в России, серый ключ? Это что такое? А это когда застройщик просто сдает серые стены, то есть штукатурен пол и... Вернее, залит пол, а штукатурены стены. Без ламината, без сантехники. Без всего. Такого не бывает. Не бывает? Нет, такого так не сдаются квартиры. То есть, минималка это что? Отделка, сантехника, встроенная кухонная мебель, вот эта плита, вычешка, духовка в основном. Даже многие ставят, дополнить могут и посудомойку поставить. И просто заноси мебель, вешай телевизор и начинай жить. Все. Уже вот так в черновую, как у вас. Как вы говорите, серый ключ? Мы такие вещей здесь не знаем. Серых ключей у нас нет. Я не скажу, что это люксовый. Я бы сказал, что это среднего класса комплекс. Среднего уровня и по цене. И по тому, где он располагается. Потому что у нас есть основные супер-люксовые места, которые прямо на берегу моря. Там очень дорого, земля уже дорогая. Поэтому и уже в цене идет. Это закладка цены, земли. А здесь это полтора километра от пляжа. В принципе, район тихий. Спальный район. Называется Хурма. В округе Кони-Алты. Рустал, а в этом районе в основном русские живут, да? Нет. Это звучит как-то в основном русский. Нет, здесь живут турки. Просто большое количество присутствует русскоговорящих. Мы как бы СНГ-шных ребят. Почему в этом районе? Он очень удобный в плане того, что он по цене был недорогой. Когда люди сюда приезжали. И был выход к морю. Сразу на пляж. Допустим, в Ларе пляжа нет. Там скалы. Приходится куда-то ехать, чтобы поплавать. Допустим, если хочешь песочек, пляж, позагорать. А тут удобно было. Ты вышел из комплекса и сразу пешком дошел до пляжа. У нас там, конечно, галечный пляж. Но они оборудованы, очень красивые. Красивая набережная сейчас. Поэтому здесь люди любят покупать. В основном ради моря сюда приезжают. Рустам, как сейчас со спросом на недвижимость в Анталии? Сейчас спрос упал. Я не знаю, с чем это связано. По-видимому, с этой ситуацией, с Украиной. Сейчас деньги люди держат, боятся. Не понимают, что произойдет. Обещают себе какой-то кризис в Америке. Что-то там после Байдена, после Трампа. Что будет, видимо, из этого. Пока люди деньги держат, боятся. Но сейчас активно продается Северный Кипр. Вот это у меня удивило. Да, все едут сейчас на Северный Кипр. И мы там тоже сейчас начали продавать. Но так я понимаю, потому что там причина, почему там покупают. Потому что там огромные рассрочки. Допустим, первоначальные 30% и на 7 лет рассрочка. Комплекс там через год-полтора построится. Ты заезжаешь, живешь или сдаешь. Покрываешь эту рассрочку на 7 лет. Полтора года назад спрос, наверное, вырос. Когда из России многие выезжали. Да, мы не успевали продавать. Не успевали оформлять квартиры. Было вот просто... Уже надо было подключать дополнительных людей, чтобы они с ними ездили в кадастры управления, оформляли квартиры. Вот так это было. Цены выросли тогда на недвижимость? 30, 40, 50%. Да, очень сильно выросли. И на аренду, и на продажу. Просто был такой прыжок безумный. Сколько сейчас русских примерно живет в Анталии? Я не могу сказать по русски. Хорошо, русскоговорящих? Сто тысяч, сто пятьдесят тысяч. Наверное, так где-то. Если я правильно помню, статистику я, которую смотрел. Я себя с ума не сошел. Кажется, сто сто пятьдесят тысяч. Ну, большой. Ну, Анталия, понимаете, там нет разграничения. Просто город Анталии. Потому что то, что там пригороды, тоже которые относятся к Анталии, тоже включают этот список. И вот на все это сто тысяч. Так, мы сейчас приехали в микрорайон Унджилы. Это тоже в округе Кони-Алты. Но он популярен у интеллектуальной элиты турецкой. Да, здесь в основном живут адвокаты, профессора, доктора. И они здесь все живут. И самый парадокс, здесь квартира даже дороже, нежели ближе к морю. Хотя он находится подальше от моря. Два, два, два с половиной километра. И вот вся вот эта элита пытается заселиться именно в этом районе. Мы сейчас едем в один комплекс, новый, суперлюкс. Вот мы его покажем. Он находится в этом районе. Вам очень понравится. Почему люди здесь хотят жить? Я не могу объяснение найти. И здесь даже квартиры отличаются, допустим, от тех районов, где вот мы сейчас были, где наши соотечественники приезжают. Здесь квартиры большие все, как для турецких семей. Все большие, 3 плюс 1, 4 плюс 1, с большими комнатами. И планировки, наверное, другие. Планировки другие. И получается, что они уже, целевая аудитория у них, у застройщиков именно местные. Местные, богатые люди. Рустам, периодически вот вижу, что на балконах висят объявления адвокат или там стоматолог. Они прямо в квартирах у себя принимают? Это не квартиры, это офисы в жилых комплексах, в жилых домах. Есть дома, где ты можешь открыть и коммерческую, как бы сделать офис. И в этом же доме могут быть обычные квартиры. Так что много объявлений, особенно в центре города. Популярно там адвокат, зубной или же какой-нибудь там даже, как херопрактик, физиотерапевт. Да, тоже здесь очень популярно. Здесь люди любят сидеть, курить. И пить кофе турецкий, и не двигаться. У них очень большие проблемы с позвоночниками. Так что, если вам нужна помощь от физиотерапевта, приезжайте в Анталию. Это можно практически к соседу, да, пойти? Как вообще люди относятся, когда вот они живут, а рядом у них тут вот офисы? Ну, они же не шумят. Все очень тихо, все очень спокойно, поэтому проблем не возникает. Так, мы приехали в этот комплекс в районе Унжалы. Это один из самых крутых застройщиков у нас построил. Большой комплекс очень масштабный, с подземным паркингом, с бильярдом, теннисом, зимним бассейном, летним бассейном. С теплыми полами, газовым отоплением, умные дома. Короче, все, все, что вот в душе пожелаете, вот, все здесь есть. И по цене, вот, допустим, мы сейчас квартиру смотрели, она там 245. Здесь примерно такая квартира стоит 650 и 700 тысяч. Так, это у нас квартира 3 плюс 1. Там была 2 плюс 1, 3 плюс 1. Большая гостиная и отдельная кухня. У этой квартиры, что мне нравится, шикарный вид на парк, экспо-парк, прогулочный, для детей, для внуков, гулять. И самое главное, отсюда есть у нас вид на море. Давайте я расскажу, что было у нас в квартире от застройщика до того, как мы сделали здесь дизайн и занесли мебель. Встроенная кухонная мебель была, плита, вытяжка, духовка. Были кондиционеры Mitsubishi или Daikin на выбор, но они самые дорогие у нас. Также было газовое отопление. И самое главное, у нас здесь были теплые полы по всей квартире. И система умный дом. И еще одна фишка, пойдемте покажу. Что меня больше всего забавляет. Вы можете вызвать лифт из квартиры. Удобно. Удобно, очень. И дальше здесь уже по коридору проходим. И тут спальня. Санузел. Современный. Одна детская. Для одного ребенка. Вторая детская. Да, и самая важная комната в этом доме, конечно, родительская спальня. Со своим гардеробом и с отдельным санузлом. Видите, как у нас. Отдельный гардероб. И смотрите, и такой хороший санузел здесь большой. Родители. Здесь были голые стены. Просто закатанные, подготовленные. Мы сделали все эти панели. Все это мы делали у наших мастеров. Каждые вот эти подсвечники, тумбочки. Все это мы отдельно заказывали. Наш клиент попросили это все сделать. Особое внимание было уделено каждой детали. У нас такие были клиенты, которые принимали обращать нам каждую деталь. Так что мы прорабатывали очень долго этот проект. Как здесь со звукоизоляцией? В этих домах звукоизоляция очень хорошая. Никто не жалуется. А в принципе со звукоизоляцией в домах в Турции? Потому что стены, я смотрю, тонкие. Очень плохо. Как один из стендаперов, у него была шутка такая, что стены были настолько тонкие, что о чем говорят люди, было видно. Так что с этим у нас проблема. Но надо смотреть, надо выбирать застройщик, который хотя бы более-менее об этом думает, переживает. Звукоизоляция. А, забыл сказать, еще у нас отдельная прачечная идет. Чтобы не мешало квартире, ни на балконе, нигде не висели эти вещи. Здесь сразу же сушилка, стиралка. Многие люди сюда из Европы, особенно не азиатые, арабы, иранцы, они покупают именно здесь квартиры, чтобы со своей роднёй встречаться. Тоже интересно. Такой хаб. А это уже район Мурат-Паша, по соседству старый город. Вот строятся новые здания, там продаются квартиры. Вот узнаем, сколько стоит квартира в новостройке. 45 метров. Сразу с кухней и с ремонтом. Электрический котел? Электрический. Газ? Есть газ? Йоггаз. Газ, йогг. Кухня. И там спальня? Санузел с душем уже готовый. И спальня. И, кстати, из спальни сразу пожарный выход. Ну, да. Или проход в другую квартиру. Здесь вот ещё всё в процессе. И ведут вот такие вот здесь стены. Да, что это такое? Пенобетон. Ну, в принципе, им хватает таких стен. Здесь ничего не промерзает. Где-то такой, а где-то кирпич. Один плюс один. Один плюс один. Вот этот вот один. Вот этот плюс один. И вот вариант два плюс один. Оп. О, такая маленькая двукомнатная квартира. Но зато с панорамными окнами будет, как я полагаю. И вот так вот красиво этот дом будет выглядеть. 7 миллионов лир и 8 миллионов лир. 7 миллионов лир и 8 миллионов лир. Говорит, что сдача через два месяца уже. В общем, если вы хотите свою квартиру в Анталии, видите, вот она здесь строится. 8 миллионов лир. Это примерно 24 миллиона рублей. Как в Москве. Ну, а жильё на вторичном рынке может стоить даже в два раза дешевле. Это зависит от того, какой район вы выбираете и в каком состоянии квартира. По-моему, довольно любопытное получилось видео. Как вам цены на жильё в Анталии? Напишите в комментариях, даже если вы не планируете покупать квартиру. Как вам планировки? Как вам уже готовые квартиры в этом городе? Спасибо за внимание. До встречи.